Снова приветствую вас всех, уважаемые коллеги, моделисты, подписчики, мои друзья. Приветствую вас на своем канале и посмотрим мы еще одну новинку от AVD Models. Это КАМАЗ 54-112 с полуприцепом NIFAS 96-742 AVD Models. Чтобы не отсвечивал, я сейчас уберу пленку и мы продолжим смотреть. Чтобы вы поняли, что набор упакованный, я все это делаю перед вами. Давайте же уже посмотрим, насколько я знаю, многие ждали этот набор. Кто-то может быть купил уже готовые модели, продавались от AISED, по-моему, от SSM, если я не ошибаюсь. Ну и вот AVD Models тоже выпустила модель в сборке. Коробочка большая, объемная, это сцепка, потому что... Ну а мы с вами посмотрим презентацию моделей, которые в продаже уже есть, которые будут. Сами вы знаете, да, здесь вот описание на коробке этой масштабной модели. Здесь декали в комплекте. Вот такие вот на коробке они нарисованы. Ну и давайте мы с вами посмотрим эту масштабную модель. Это сборная масштабная модель. Как вы видите, друзья, на коробке на автомобиле изображены маяки спецсигнала. Мы посмотрим, есть ли они в комплекте. Интересно. Тоже мы литературу с вами посмотрим позже. Давайте смотреть, что у нас в комплекте. Здесь очень много литников с разными деталями. Будем смотреть, что есть. Я уже смотрю двигатель. Но опять вот у меня что-то здесь две детали всего от двигателя. Посмотрим, может быть, в следующих литниках они есть. Рамы. Вот идут рамы с кабиной. Рама на прицеп. Рама тягача и прицепа. Пока в сторону отложим. Так. Литник с колесами. С элементами подвески. Это, видимо, для прицепа. Потому что вот эти вот, не знаю, как они называются, подставки, что ли. На которых прицеп стоит. Литник с остеклением. Вроде все на месте. Так. Литники идут для прицепа. Здесь крылья. Ну, короче, разной мелочевки здесь хватает. Вот здесь уже элементы тягача, подвеска, бамперы, колеса передние, топливные баки. Вот сама бочка для нефаза. Что еще у нас тут? Колеса, смотрите, целая куча покрышек, вернее. Это, наверное, последний литник, да? А, нет, здесь еще у нас, смотрите, есть пакет с болтиками, с осями. Шплинты для седла, наверное. Зеркальная пленка. Дворники, конечно. Так. Двигатель у меня, друзья, весь полностью. То есть вот увидел я верхнюю часть. Я думаю, что набор комплектен. Так, вот первое я посмотрел. Вроде все есть. Набор интересный. Мы, может быть, с него и начнем сборку. Потому что хочется еще одну сцепочку собрать. Так. Я думаю, что вы будете не против, когда я начну собирать. Я думаю, что, наверное, завтра и начнем. Сбегаю в магазин, куплю клея. Должно все получиться. Ну, за несколько дней соберем. Красить пока я буду баллонами. Потому что у меня много чего нету для покраски аэрографом. Да много чего нет, даже опыта нету. Посмотрим буклет с цветной иллюстрацией автомобилей. Схема автомобиля. Описание. Ну, все, как и всегда. Декали. Вот такие декали. Есть они. Огне опасно. Хотите, огне опасно. А вот здесь, наверное, все придется клеить. Все это мы потом посмотрим по схеме. Ну, и как раз мы к ней вот переходим. Сейчас мы ее полистаем, эту схему. И посмотрим, что у нас там, как надо собирать. Быстренько мы ее с вами пролистаем. Все как обычно. Но нам схема литников не интересна. Все и так понятно, что там как под номерами. Мы начнем смотреть, как собирать тягач. Много кто собирал эти тягачи, КамАЗовские. Поэтому, наверное, тоже, наверное, не особо интересно. Наверное, интерес будет в прицепе. Как собирать прицеп. Вот. Но на сайте представлена не вся схема, конечно. Ее потом, по-моему, вообще нету, да? Если я не ошибаюсь. Или, может быть, отдельные какие-то фотографии есть. Каких-то моментов. Какая бочка получится у нас. Для перевозки нефтепродуктов. Интересный набор. Я тоже вам его рекомендую. Благо, есть еще они на сайте. Как вы знаете, это тоже с интернет-магазина Rhythmonics. И ссылку вы на эту модель конкретно получите в описании к этому видео. На этом все. Присылайте свои сборки. Кто успел собрать данную модель. К нам в группу. Всем удачи и пока. Продолжение следует...